приветствую всех уважаемые трейдеры и клиенты компании и маркет с меня зовут александр старжинский на два или три дня я буду вести аналитику вместо артема деева который сейчас находится в заслуженном отпуске и так коротко коснемся событий прошлой недели потому что здесь есть что рассказать вот первое что хотелось бы затронуть это ралли которое произошло по американской валюте сначала переговоры с мексикой которые прошли в двухстороннем порядке потом заявление трампа что нафта может обойтись и без канады и политически никакого смысла в старом трехстороннем соглашении больше нет потом министр иностранных дел канады срочно прибыл вашингтон в среду и заявил что переговоры прошли позитивно вот геополитические риски немного снизились но ненадолго потому что уже на следующий день в четверг мы слышим заявление трампа о том что страна может выйти из вот того что соглашение необходимо пересмотреть ну что на мой субъективный взгляд маловероятно потому что последствия выхода скажутся серьезным образом на экономике плюс посеют сомнения международных торговых договоренностях договоренностях которые предшествовали они много не мало больше двух десятилетий при этом стоит отметить что технически выход из вто обяжут сша заключать договоренности отдельно со всеми странами партнерами что вероятно будет выгоднее для сша но вряд ли станет лучше для самих партнеров и возвращаясь к теме нафта в пятницу трамп уведомил конгресс о том что подписание договора по новой нафта вступит в силу в течение 90 дней в качестве явно положительной поддержки валюты хотелось бы отметить рекордно высокий уровень доверия потребителей от конференц-борд который достиг самого высокого значения с 2000 года вот исходя из того что в п сша на 70 процентов вставляют потребительские расходы да понятно насколько важно насколько важен поставленный рекорд вот дополнительное давление было оказано угрозой новых тарифов страны сша на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов возможно этот новый этап будет запущен уже в сентябре месяце ответит китай на него или нет сейчас сложно предугадать но вероятнее всего какая-то реакция однозначно последует хотя явно мы сейчас видим что китай смягчает свою поле позицию по торговым переговорам в принципе готов переходить в принципе к диалогу вот между тем санкции оказывают на китай и на китайскую экономику уже серьезное воздействие индекс идеовой активности китая за прошлую пятницу показал значение минимума июня 2017 года вот напомню что девальвация юаня в этом году происходило уже четыре или пять раз что касается еврозоны международное агентство фич приняло решение сохранить суверенный рейтинг италии на уровне triple by на при этом прогноз по рейтингу был пересмотрен в сторону негативного ранее он был стабильным напомню что ситуация в италии это ведущий риск для евро по мнению экспертов фич основной риск для республики составляет внешняя задолженность которая на текущий момент составляет 131,8 процентах ввп дальнейшее увеличение дефицита бюджета и стоимости долга ухудшает его динамику и возможности для антициклической бюджетной политики кроме того негативным фактором являются разногласия внутри правительства и принципе фич сомневается о том что правительство сможет в своем нынешнем составе просуществовать в течение пяти лет поэтому не исключает возможности досрочных выборов вот ситуацию усугубляется тем что премьер-министр италии джозефе компот на прошлой неделе в своем фейсбуке заявил что рим может не поддержать бюджет евросоюза на ближайшие годы ввиду миграционной реформы которые в стране происходят и принципе миграционной политики вот кстати это к разговору о греции которая наконец-то вышла из финансовой помощи из европейского центрального банка и сейчас итальянская ситуация является основным риском для ецб который хочет смягчать политику монетарную политику точнее ужесточать монетарную политику прошу прощения а также сокращать программу куи уже в этом году вот что касается нефти по данным августского доклада пек добыча в опек в августе выросла до максимума 2018 года достигнув отметки в 32 миллиона баррелей в сутки рост был во многом обусловлен более активной добычей ливийской нефти напомню что уровень добычи нефти в ливии был серьезно снижен после боевых действий в зонах где расположено большинство объектов это происходило в июле вот саудовская аравия согласно докладу также увеличила добычу на одну десятую на одну целую три десятых процента и российская федерация приближается вплотную к уровню добычи саудовской аравии вот в целом опек явно перевыполнили план по ограничению добычи на август порядка там 200 тысяч баррелей в сутки в сша добыча нефти также растет в июле она достигла нового рекордного значения это 10 миллионов 674 миллиона баррелей в сутки что на 2,2 процента больше чем месяцем ранее предыдущий рекорд был установлен в апреле и составил 10 миллионов 475 миллионов баррелей нефти в сутки число буровых установок также выросло на две штуки с 80 с 860 до 862 вот тем не менее ценам оказывается сильную серьезную поддержку ограничение поставок из ирана который будет сокращаться все сильнее к моменту ввода санкций здесь неоднозначная ситуация потому что многое зависит от того насколько быстро иран сможет найти новые рынки сбыта при этом напомню что трамп три недели назад подписал соглашение о постепенном сокращении резервных запасов нефти в сша которые достигают очень ну который весьма солидный по объему и в принципе это может урегулировать рынок нефти и не позволить ему выбиться за район там в районе выше 100 долларов за баррель вот при этом здесь усугубляет ситуацию происходящей в венесуэле в которой очень серьезный экономический кризис пока совершенно не ясно как они смогут пережить зимний сезон и это тоже может оказать давление котировкам нефти соответственно уже в середине конце осени так напомню также новости из мексики о том что да о том что два крупных нефтяных терминала полностью эвакуировали своих сотрудников потому что приближается сильный ураган из-за этого то это тоже оказала поддержку именно скорее сорту vti то есть американской талонный сорт нефти вот марка you coil у нас сейчас держится на цене 78 08 американская нефть у нас держится в районе 70 30 вот что касается торговых идей в принципе того что у нас будет происходить сегодня на рынке тут так как вчера у нас были выходные на американском рынке и на канаде мы наблюдали очень слабую волатильность вот сегодня рынки оживились совершенно однозначно сегодня у нас ночью было решение по процентной ставки австралии ставку оставили без изменений принципе риторика банка остается положительной хотя ему есть над чем подумать потому что торговый конфликт между сша и китаем однозначно коснется экономики страны это раз второе валюта вы видели пробил уже все минимумы и сейчас продолжает снижаться хотя сегодня была определенная коррекция в целом в целом если рассматривать прошлую неделю в совокупности то все валюты по отношению к доллару ослаблялись кроме швейцарского франка и японской иены вот здесь поддержку оказывает то что много рисковых непонятных геополитических ситуаций которые непонятным образом непонятно непонятно какое воздействие окажут на рынок поэтому швейцарский франк и японский иены укреплялись они ослаблялись по отношению к американской валюте на данный момент вот торговая идея наверное это австралийский доллар австралиец к американцу вот потому что рост который был сегодня это скорее была небольшая коррекция после заседания банка рост носит кратковременный характер и после тестирования сопротивления вблизи области 0.72 25 пара продолжит снижение до ближайшей поддержки в район 0 целых 71 50 и ниже вот кайман на рыночные настроения на рынке указывает на высокую перекупленность которая была вчера выше 70 процентов выше 70 процентов сегодня она в районе 70 процентов одну цель которую я для себя ставлю это снижение out usd в область 0.70 после сегодняшней коррекции и она в принципе наверное уже начала происходить и следующее на что стоит обратить внимание это американский доллар к канадскому доллару картина по паре usd в настоящий момент выглядит очень интересный пара тестирует сопротивление на уровне 1.3100 вероятность пробития которого учитывая высокую перепроданность она достигла минимумов января текущего года очень высока вот в случае пробития сопротивления пара может продемонстрировать рост до отметки 1.3170 с целью на 1.3285 я давно торгую по usd каду я в принципе как и многие ожидают и коррекции но видимо все таки я нахожусь в меньшинстве и здесь конечно же канадскому доллару очень сильную поддержку оказали неплохие данные месячной давности а также поддержку серьезно оказывают цены на нефть которые растут вот я думаю что это одна из недооцененных валют и в перспективе ближайших там пары трех недель эта пара должна выйти к этим отметкам по крайней мере вот потому что мы сейчас видим сами на рынке благодарю всех за внимание желаю успешной торговли обращаю ваше внимание на контроль над рисками событий очень много происходит на рынке в течение дня мы их не можем с вами предугадать дональд трамп очень сильно влияет на финансовые рынки торговый конфликт только начинает развиваться и поверьте мне как бы это полугодие до нового года будет очень жарким на рынках вот будет масса торговых сигналов будет очень сильная волатильность поэтому нужно торговать внимательно аккуратно вот и немножко предугадывать события которые на рынке будут происходить и какое в принципе они воздействия докажут на экономику вот всем желаю хорошего профита и до встречи спасибо